Приветствую всех вас. Я, Александр Артамонов, автор нескольких книг, хотел сообщить вам, что теперь мои произведения можно читать не только в бумажном, печатном виде, но и в электронном на платформе dailyp.ru. Буду рад. Уважаемые друзья, рады вас всех видеть. Те, кто пришел физически, те, кто смотрит нас онлайн, как обычно по пятницам с Константином Валентиновичем Всевковым мы обсуждаем все то, что произошло за эту неделю, а иногда и несколько более. Издание Global Press. Странное издание, мало кто о нем знает, но тем не менее сообщило о том, что Китай начнет наступление на Тайвань в начале июня. Предостережение посла КНР в Японии о гиене огненной для Токио в случае деструктивных действий в тайваньском вопросе является искренними, законными и основанными на фактах. Это заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Вань Бинь. Теперь дальше. Следующее. Вань Бинь заявил, силы независимости Тайваня останутся с разбитыми головами и пролитой кровью после столкновения с великим начинанием Китая по достижению полного объединения. Очень воинственное заявление Китая. Может быть, есть взаимосвязь, а может быть, нет. Сразу после визита Владимира Владимировича. Global Press какую-то странную информацию заявил о том, что в начале июня все начнется. Ну и давайте порассуждаем, действительно ли все начнется, готов ли Китай и вообще к чему все это приведет. Вот тут очень интересный вопрос. Сначала, прежде чем начнется говорить, и что начнется, поговорим о военно-техническом аспекте, военно-оперативном, военно-стратегическом. Дело заключается в том, что Тайвань с точки зрения десантной доступности – это очень сложный остров. Там имеется всего несколько и очень небольших по размеру десанта доступных участков. Это первый момент. Поэтому вроде бы он близко расположен, но провести десантную операцию сложно, потому что достижение оперативной внезапности с точки зрения точки высадки очень проблематично. С точки зрения времени высадки тоже обеспечивать внезапность очень сложно, поскольку на Тайвань придется высаживать достаточно крупные десантные силы, значит, придется сосредотачивать десантно-высадочные средства в достаточном количестве, обеспечить их движение, а переход десанта морем с Китая в Тайвань может занять как минимум полсуток и больше, то все обеспечить эти проблемы будет невозможной. Таким образом, единственное, каким путем можно решить такую задачу для Китая – это только за счет массированного огневого поражения. Видимо, для решения этой задачи у Китая была создана система, реактивная система залпового огня, так называемая VC, называется WS-2. Она имеет дальность стрельбы от 300 до 400 километров, разные данные. Очень мощная боевая часть ракеты, ну, то есть, фактически, это многоствольный, скажем так, «Искандер». Вот я бы так сказал, многоствольный «Искандер». Вот, ну, точность попадания, конечно, невысокая, но для «Эрсизои» это не надо, она накрывает площадь. Вот, вот этот момент. Раз. Китай может сосредоточить серьезные корабельные силы, поскольку кораблей у Китая достаточно много. Вот. Действуя в приближной зоне, Тайвань расположен в приближной зоне, Китай силами береговой авиации может, береговоистебительной авиации, нейтрализовать действия американской авиации, которая может оказывать противодействие китайскому флоту силами со стороны авианосцев, авианосцев, авианосного флота. Кроме этого, Китай может по авианосцам применить ракеты «Дунфэн-31Ф», по-моему, так она зовется, не помню сейчас точно, которая «ДФ-31Ф», которая предназначена, имеет дальность с собой 1700 километров, и предназначена баллистическая ракета для стрельбы по конкретно надводным кораблям. Это уникальная вещь. То есть, это проникающая способность отразить такой ракетный удар американского ухода будет проблематично, очень сложно. То есть, есть и средства нападения у Китая достаточно мощные, но вместе с тем достижение внезапности тоже очень проблематично. Поэтому Китай может рассчитывать только за счет массированного огневого подавления вот этого региона для того, чтобы высадить десант. Почему Китай еще дергается? Дело заключается в том, что американцы сейчас прилагают большие усилия к тому, чтобы вывести все ценные предприятия Тайваня на свою территорию. В первую очередь, микросхемы. А сами американцы ввели против Тайваня, против Китая эмбарго на поставку микросхем. Сам Китай высокосложные вот эти микросхемы, микросхемы, вернее, высокой разрешающей способностью, пока производить не может. Прогресс идет, но у него пока в этом плане прогресс немножко лучше, чем у нас. Вот. У нас там, мы обеспечиваем производство микросхем, но у нас производство микросхем на уровне сейчас пока еще, так сказать, 90-х годов. Вот. Но оно хоть есть, хоть какое-то, понимаете, это принципиальный вопрос. То есть мы своими микросхемами можем обеспечить создание оружия. Да, оно будет тяжелее, да, оно медленнее будет работать, но зато оно будет наше, и оно будет летать, и хорошо, и мы за счет этого можем сделать свои дела. У Китая такая же история, но он еще может с Тайваней это дело забрать. Поэтому то, что вы смотрите, это ознакомительный фрагмент. Полную версию смотрите на нашем премиум-канале по ссылке в описании. Новым пользователям 7 дней бесплатно.